Кремль дал положительную оценку первой встречи Лаврова и Байдена. Индия попала под удар сильнейшего в этом веке циклона. Жители Индонезии всерьез обеспокоены качеством воздуха в столичном регионе. Индия приветствует помощь из России. Япония активно готовится к проведению Олимпийских игр. Южная Россия оказалась во власти песчаной бури. Первый заместитель главы администрации президента России Дмитрий Песков охарактеризовал состоявшиеся переговоры глав дипломатических ведомств России и США как, несомненно, положительный сигнал и начало процесса подготовки встречи в Верхах. Безусловно, это позитивный сигнал. Там факт разговора, причем который, как сказал Лавров, был конструктивным, тоже является событием, которое заслуживает позитивной оценки. Но, очевидно, что процесс этот не будет простым. Действительно, проблем скопилось очень много. Но, по крайней мере, состоявшиеся накануне в Рикьявике переговоры министра российского с госсекретарем безусловно помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов. В Рикьявике, в преддверии заседания Арктического совета, 20 мая состоялась первая очная встреча министра иностранного дела России Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкина. Российский верховный дипломат охарактеризовал встречу как конструктивную. Столица Индонезии, Джакарта, столкнулась с проблемой загрязнения воздуха, делающего его малопригодным для дыхания. У меня 10-летняя дочь, и у нее хрупкое здоровье. У нее с младенчества развелась аллергия, а в детском саду она постоянно болела. И теперь ее здоровье ухудшается с каждым днем, по мере того, как падает качество воздуха в Джакарте. Основной источник загрязнения – городской транспорт. На его долю приходится до 40% вредных выбросов. Вторым по объему токсичных веществ является индустриальный сектор. Заводы есть не только в Джакарте, но и в пригородах. И потом идет постоянное сжигание мусора. Но это уже менее значимая проблема относительно совокупной доли транспорта и промышленности. В классификации самых густонаселенных городов мира Джакарта занимает четвертое место. Она последовательно входит в список, наименее приспособленных для жизни и наиболее загрязненных мегаполисов Евразии. Индия 16 мая получила второй груз вакцины «Спутник Ви» из России. Внешнеполитическое ведомство этой страны в лице своего официального представителя Ариндама Бакча еще 1 мая выразило особую признательность России за проявленную нашей страной гуманитарную инициативу. В Хайдарабаде находится штаб-квартира и склады индийской компании Dr. Redis Laboratories Limited. Именно эта структура имеет официально право на импорт российской вакцины. Чрезвычайный полномочный посол России также заявил, что проведенная гуманитарная операция – действительно блестящий пример особого и привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного антипандемического сотрудничества, не знающего никаких ненужных препятствий. В Японии 15 мая эстафета Олимпийского огня добралась до префектуры Симанэ. Причем прямо накануне президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил прессе, что ознакомившись со всеми подробностями подготовки игр в Токио, он пришел к выводу, что главное спортивное состязание планеты должно-таки состояться в стране восходящего солнца, как и было намечено. Своё заявление знаменитый спортсмен сделал после того, как посетил столицу островного государства и город Сапора на Хоккайдо. Он присутствовал на генеральной репетиции выступления японских легких атлетов. Особое внимание высокий гость обратил на неукоснительное соблюдение всех эпидемиологических правил и тотальный режим санитарной безопасности, что и сподвигло его сделать такое заявление для средств массовой информации. По финансовой столице Индии Мумбаи ударил 17 мая тропический циклон Тауктая. До этого в штате Гуджарат 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свое жилище и, спасаясь от разбушевавшейся стихии, перебраться в пункты временной эвакуации, организованные индийскими спасателями. Не менее 8 человек считаются пропашими без вести или погибшими. Как только мы получили предупреждение от властей по поводу надвигающегося на нас циклона Тауктая, я сразу же организовал эвакуацию 110 сельских жителей, находящихся в моей зоне ответственности. Они проживают в двух деревнях, расположенных неподалеку друг от друга. По силе ветра и интенсивности порывов Тауктая оценивается метеорологами как самый сильный циклон за два десятилетия. Аэропорт и порты Мумбаи были закрыты на время прохождения природного явления, во избежание чрезвычайных происшествий. Буря причинила существенный материальный ущерб штатам Керала, Карнатака и Гуа. В Астрахани 19 мая гигантское полевое облако пришло из-за Волги со стороны Калмыцких степей, обрушив на город тонны поднятого воздуха песка. Буквально за один час пейзаж преобразился в марсианские, прямо до неузнаваемости. Там, где раньше простирались зеленые ухоженные пространства газонов и клумб, неожиданно выросли желтые барханы. Согласно данным Министерства здравоохранения, как минимум два человека пострадали от ураганного ветра, сбившего их с ног. Сухая и очень жаркая погода воцарилась в области до 29 мая. Пожарный надзор предупредил о возможном появлении огня в Сепи из-за быстрого движения воздушного фронта и возникновения гроз. Поры бы ветра могут достигать 18 и даже 20 метров в секунду. МЧС России установил, что полевые облака появляются в Астраханской области со стороны Каспийского моря и приграничного с этим российским регионом Казахстана. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok